В понедельник, 12 декабря, в Дагопилской городской думе Государственный центр донорства крови развернул передвижной донорский пункт. Среди работников думы немало доноров. Есть такие, кто жертвует свою кровь несколько раз в год. Выездной пункт – это не только возможность удобно, что называется без отрыва от производства, сделать благое дело, но и хороший повод вовлечь в донорское движение новых участников. Идея появилась два месяца назад, когда работники думы приняли участие в акции по сбору крови, устроенной Дагопилским университетом и Государственным центром донорства крови. Мы поняли, что работники Дагопилского самоуправления также заинтересованы сдать кровь. Департамент развития и отдел общественных отношений маркетинга провели опрос коллег и решили устроить выездной пункт здесь, в думе, потому что люди захотели пожертвовать кровь, захотели помочь спасти чьи-то жизни. За четыре часа работы пункт обслужил 30 человек. По словам медиков, каждая взятая доза, а это 400 грамм крови, поможет спасти жизни троих пациентов. Таким образом, 90 человек получат шанс на выздоровление. Выездные пункты донорства крови – явление не новое. Принимая во внимание наличие только одноразового оборудования, такой пункт можно разместить даже в автобусе, что в разы увеличивает возможности центра. Удобство и профессионализм исполнения манипуляций работники Думы оценили на отлично. Здесь работают очень профессиональные медицинские кадры. Я всем советую, те, которые желают, тем, кому не страшно, если не сегодня сдавать кровь, то приходить в нашу поликлинику, в центр, до сбора крови и сделать хорошую работу. Однако оптимизма у медиков немного. Количество доноров с каждым годом становится меньше. Мы в Дагопилс, правда, едем редко, но у нас опыт, мы едем в Дагопилский район, конечно, число доноров снижается. Потому что число жителей снижается везде, особенно в маленьких городах и регионах снижается. Для улучшения ситуации с заготовкой крови инициатива трудовых коллективов, общественных организаций и других объединений граждан приобретает все большее значение. Именно на неравнодушных людей рассчитывают трансфузиологи. Тем более, что моральное удовлетворение от осознания своего поступка порой значит больше, чем все остальные мотивирующие факторы, закрепленные на законодательном уровне. Когда мы жертвуем свою кровь, в ответ мы получаем больше. Во-первых, это моральное удовлетворение от содеянного. Во-вторых, это небольшое денежное вознаграждение. В-третьих, мы проверяем свое здоровье, так как нам будут известны результаты анализов крови. Ну и последнее. Оплачиваемый выходной день – это тоже мотивирующий фактор пожертвовать свою кровь. Весной 2017 года выездной донорский пункт вновь приедет в Дагопилскую думу. Информация об этом будет доступна на домашней страничке в интернете – dagopils.lv.